Сегодняшний выпуск завершающий субботний выпуск открытой политики в 2020 году честно скажу я нисколько не сожалею об уходе этого года в небытие в прошлое всем нам наверняка он показался ужасным страшным каким-то совершенно кривым и абсолютно небывалым так что давайте начнем его провожать и первой новостью будет новость связаны действительно с новым годом можно было бы сказать что ради хабиров внезапно объявил 31 декабря выходным днем но это совершенно не так дело в том что все предшествующие недели ради фаритович отказывался признать 31 декабря выходным днем несмотря на обращение депутатов госсобрания всяких общественных организаций вообще множество вопросов связанных с тем что на иных территориях 31 декабря уже выходной у нас все еще нет хабиров отмалчивался отнекивался и внезапно владимир путин в своем общении там уж не знаю как назвать это это все вдруг говорит о том что не дурно было бы 31 декабря сделать выходным и тут с радиом фаритовичем случился тот самый анекдот про прапорщика и он вдруг внезапно объявляет 31 число выходным в общем так или иначе 31 декабря теперь официальный выходной и надо сказать это очень логично самого раннего детства я не мог понять почему 31 декабря рабочий день а все равно никто не работает вторая новость прошедшей недели тоже касается хабирова и речь идет об его позиции в государственном совете российской федерации очень многое путано это все обсуждалось на прошедшей неделе то ради хабиров вошел госсовета не вошел в госсовет то вошел на президенты а не вашевом президенты много было каких-то глупых пояснений глупых вопросов не меньше было в общем ситуации следующие хабаров как и все губернаторы входит состав госсовета это автоматически но в этот раз в этом составе хабиров не входит в президиум госсовета президиум госсовета российской федерации это управляющий орган вот этого формирования под названием Госсовет. Напомню, что теперь в свете новой редакции Конституции Госсовет, конечно, получил совершенно иные полномочия и стал значительно более важным органом. И вот в Президиум этого Госсовета Хабиров теперь не входит. Что это значит? Вот это важнее, чем вся вот эта вот кутерьма. Значит, это то, что Хабирова вывели за скобки такого существенного органа, как Президиум Госсовета, что на самом деле не свойственно для губернаторов на ранних сроках своего правления. Всегда было принято так, что первые год-два, а иногда три губернатор входит в Президиум Госсовета и имеет возможность прямого общения с Путиным, с руководителями страны. Туда, напоминаю, входят все крупнейшие фигуры российской политики. Очень нетипично то, что, ну, условно молодого губернатора, как говорит Путин, не принимают в этот орган. Напомню, что, например, Мениханов плотно и основательно, несмотря уже на то, что он совершенно не юный губернатор, входит в Президиум Госсовета. Во многом, конечно, этот факт и это событие с Хабировым говорит о некоторой преувеличенности федерального значения и влияния ради Хабирова, которую, ну, на всех углах провозглашают его пропагандисты. Ну, мы уже, наверное, начали основательно и обоснованно понимать о том, что действительно этому влиянию неоткуда было бы и взяться. Я имею в виду, так как Хабиров, в общем-то, никогда не занимал существенной федеральной позиции в силу своих должностей, да, то есть там какой-то там начальник какого-то отдела, замначальника управления в администрации президента, что, прямо скажем, невеликая должность потом мэра заштатного подмосковного городка, то есть это вот все не те позиции, чтобы человек мог набрать серьезное федеральное влияние. Вопрос только в том, насколько теперь Хабирову удастся это сделать. И вот отсутствие его в президиуме госсовета, конечно, никак этому не способствует. На прошедшей неделе вышел национальный рейтинг губернаторов. Ну, я всегда относился с некой иронией к всевозможным рейтингам, в том числе, которые проводит, например, Ростислав Мурзагулов. Но вот этот рейтинг национальных губернаторов, это, конечно, такая показательная история. Башкирия заняла в этом рейтинге, и Хабиров занял в этом рейтинге 19-е место, что на самом деле очень неплохо. Аминиханов, например, занял первое место, что достаточно странно. В общем, конечно, иронию и некую степень недоверия к этим рейтингам надо сохранять. Заметным ньюсмейкером прошедшей недели стала прокуратура Республики Башкортостан. Сразу две такие существенные новости. Но давайте начнем по порядку. Совершенно внезапно прокуратура подтвердила подлинность фотографии в Куяргазинском коровнике, тем самым опровергнув истерические заявления министра образования Хажина о том, что вы все врете и все это неправда. Я вот честно не понял, зачем это надо было делать. Я имею в виду, зачем прокуратуре надо было уже было улегшуюся и успокоившуюся ситуацию заново поднимать. Но, как говорится, истинно дороже. И тут, наверное, нужно отдать должное надзорному органу. Прокуратура поставила точку в этом споре. Господин Хажин абсолютно опозорен. Мы помним, как он там с пеной у рта и с какой-то нездоровой истерикой во всех доступных ему изданиях доказывал, что все это вранье. И даже несчастных двух тетенек из Куяргазинского района, из этой деревни заставили извиняться под камеры. Но это уже там, я так понял, Башинформ постарался. А теперь выясняется, что все это правда. У меня вопрос. А вот сейчас в России ввели какую-то там всякую разнообразную ответственность за фейки, за то, что там ложные новости запускаются. А вот это вот теперь не фейк вообще. Вот эти заявления Хажина и заявления Башинформа. Вот когда-нибудь кто-нибудь из них ответит за это? За эти обвинения? За эти авторитетные заявления? Вот целый министр нам рассказывает, что все это вранье и все у нас прекрасно. А потом надзорный орган, прокуратура заявляет. Да нет, это все правда. Вот Айбулат Вакилович, вам не стыдно вообще вот за себя? Вам не стыдно за то, что вы пошли на поводу вот этих вот своих кураторов от информационной нашей политики и вот кинулись истерично заявлять то, о чем даже не понимали вообще? Ну, в общем, итогом всей этой истории стала петиция о отставке господина Хажина. Эта петиция сейчас набирает обороты. Я боюсь, что, конечно, новогодний период не позволит ей набрать достаточно много голосов в этом году, но я думаю, что Иван Апаев, который затеял эту петицию, он будет последователен и будет продвигать ее и после Нового года. Я думаю, что найдется огромное количество родителей, недовольных системой образования в Республике Башкортостан, и они с удовольствием подпишут эту петицию, и, возможно, ее даже увидит Ради Фаритович Хабиров. Вторая прокурорская новость недели – это то, что прокурор Абзелиловского района Булат Асылгужин ушел со своего поста, правда, по собственному желанию. То есть, по итогам вот этого пожара в доме для престарелых, после которого погибло 11 стариков, прокурор прокуратуры районной, которая никак не среагировала на уведомления пожарной охраны о том, что вот такая ситуация в этом приюте, этот прокурор всего лишь навсего уходит по собственному желанию. То есть, не возбуждено дело в отношении него, не начата служебная проверка, вообще нету никаких подозрений, что этот прокурор в чем-то может быть виноват. Вот такое суровое наказание постигло должностное лицо за 11 трупов. Я не утверждаю, что эти 11 трупов на совести господина Асылгужина, однако те данные, которые нам предоставляет МЧС, о том, что они уведомляли прокуратуру чуть ли не за год до этой трагедии, и прокуратура ничего не сделала, наводят на мысль о том, что здесь как минимум есть признаки преступного бездействия. Но, однако, человека отпускают на волю по собственному желанию и даже не увольняют сволочим билетом. Что мы имеем в итоге? Ну, господина Асылгужина, директора этого приюта, сидит под стражей, совершенно непонятно, с кем сейчас находятся пятеро ее детей. Ленара Иванова под елкой, а господина Асылгужина в своем особняке, видимо, обмывает удачный уход по собственному желанию. Вот примерно такой расклад. Какова перспектива найти действительно реально виновных в этой трагедии в Абзелиловском районе? Эта перспектива все более и более становится призрачной, судя по тому, как ведут себя власти, как ведет следствие Следственный комитет. Но надежда, как известно, умирает последней. Я продолжаю надеяться на справедливость и на справедливое возмездие тем, кто на самом деле виноват в произошедшем в Абзелиловском районе. На прошедшей неделе в медийном пространстве Республики произошло, на мой взгляд, очень важное событие, которое, к сожалению, не все заметили. Я говорю об интервью с Натальей Забаревич, которое чудесным образом взял Рамиль Рахматов. Рамиль, конечно, большой молодец. То есть добиться интервью с человеком такого масштаба, как Наталья Васильевна Забаревич, это, конечно, дорогого стоит. Не буду иронизировать о том, как она наголову разгромила Рамилю в плане понимания, знания терминов и понятий. Но тут, конечно, надо делать скидку. Рамиль совсем не экономист, а перед ним такой человек, который разбирается, наверное, лучше всех в этой стране, в региональной экономике и в региональных аспектах развития. Повторюсь, Рамиль большой молодец, а матчасть еще можно подучить. Ну, в общем, что нам рассказала Забаревич? В первую очередь, Забаревич рассказала о том, что Республика Башкортостан, конечно, совершенно необъяснимым образом много тратит денег и тратила вот в этом истекающем году. По ее мнению, необъяснимо много. Что структура госдолга Республики Башкортостан достаточно странная и мало сравнима с структурами долга, например, соседнего Татарстана. Достаточно пугающую перспективу 21-го года нарисовала Забаревич, в общем-то, в этом интервью. Что мне особенно бросилось в глаза, это то, что она недоумевала по поводу роста некоторых статей расхода башкирского бюджета, а практически все это интервью было именно о башкирском бюджете. Так вот, она упомянула, что у нас загадочным образом выросли траты на ЖКХ в истекающем году. На 21% выросли траты на ЖКХ, что необъяснимо на ее взгляд. Ну, просто, Наталья Васильевна, вы, наверное, не знаете, что такое башкирские дворики, что такое заборчики Киреева и всякая прочая вот эта вот билиберда, которая, собственно, является той самой вот этой темной кухней, на которой готовятся пироги с зелеными банкнотами и раздаются своим, а они свои уходят по домам в слезах. В общем, конечно, вот этой отвратительной стороны нашей башкирской экономики Забаревич, наверное, понять просто не в состоянии, но по статистике она недоумевает. В общем, посмотрите обязательно, это очень интересное интервью. Мы даем ссылку в описании, вот под нашим этим видео, там и будет ссылка на этот канал. Вообще, канал интересный, затеяли его правильные и веселые ребята. Будем поддерживать, будем смотреть вместе. К сожалению, на прошедшей неделе были и отвратительные события в Уфе и в Башкирии, и в числе этих событий была вот эта история с Русланом Габасовым, активистом запрещенной организации БО «Башкорт». Речь идет о том, что Руслан сообщил, что вокруг его дома и в подъездах его дома и даже в почтовых ящиках его соседей внезапно появились листовки, которые призывают местных жителей быть осторожными, потому что в их доме живет Руслан Габасов. Вот буквально с фотографией, такая она с тревожным красным фоном. Ну, нельзя не заметить такую вещь. Эти листовки там изготовлены на каком-то достаточно приличном принтере и распространены в большом количестве именно вот в зоне проживания самого Руслана. Написано, что он там какой-то страшный убийца, насильник, там, что-то, в общем, такое, в общем, ужас, ужас, ужас. И все это, ну, в отношении частного лица. Понятно, что это речь идет о какой-то совершенно нечистоплотной политической борьбе, о давлении информационном на вот этих вот активистов. В последние несколько недель идет обострение вот этой полемики в телеграм-каналечках, которые приписываются господину Мурзагулову. Стилистика там весьма такая однообразная, очень агрессивная. Вообще, мне непонятно, зачем вот это нагнетание конфликта, тогда как с противоположной стороны нет никаких, в общем-то, движений в последнее время. И складывается ощущение, что Ростиславу срочно нужны опять враги, иначе начальство задумается вообще об его надобности. Однако, об этом мы немножко поговорим чуть позже. Есть ощущение того, что внутриполитический блок администрации Радия Хабирова усиленно ищет себе оппонентов, чтобы, ну, оправдать вообще свое существование. Небольшой анонс следующей недели. Следующая неделя у нас будет разорвана пополам новогодними торжествами. Я вот как-то сомневаюсь в том, что есть смысл делать следующую субботу такой вот полноценный субботний выпуск. И тут у нас складываются обстоятельства так, что мы заполним следующую субботу довольно необычным для нас продуктом. И я говорю об интервью, которое я дал недавно московскому адвокату Николаю Фрейтаку для его YouTube-канала, который он ведет. И практически все это интервью будет посвящено БСК, аспектам историческим вокруг БСК, аспектам юридическим вокруг БСК, перспективам и так далее, и так далее. Ну, так как это самое заметное событие 2020 года для Башкортостана, то я думаю, что уместно будет вот в этот первый январский день, когда мы должны выйти в эфир, выпустить этот продукт. Вообще, мне понравилось, как работала эта съемочная команда. Ребята специально прилетели из Москвы с таким очень мощным, хорошим оборудованием. У них, конечно, и видео получше, и почище нашего, и звук. В общем, есть чему учиться. А само интервью, я надеюсь, будет интересно нашим зрителям, потому мы его вставляем с разрешения Николая Фрейтака, вставляем в наш канал, и надеемся, что это интервью будет интересно для вас. В общем, 2 января, где-то, как обычно, по времени, ближе к вечеру, на нашем канале смотрите вот этот вот нетипичный, необычный для нас продукт. Не отпускает нас история с нашумевшим роликом Ростислава Мурзагулова. Меня очень забавляет, как работают счетчики на его YouTube-канале, особенно счетчики лайков и дизлайков. Да и просмотры там скачут у него бешено. Ну ладно, это все на совести его и его администраторов. Но тут из Белого дома начали просачиваться слухи, которые в определенном смысле опровергают мою версию случившегося. Я говорю о том, что знал или не знал Хабиров заранее о выходе этого ролика. И вот, согласно последней информации из Белого дома, оказывается, Хабиров вообще увидел этот ролик чуть ли не на 2 дня позднее нас всех, потому что там занят был с федералами и чего-то там, значит, не до этого было. А потом, когда он увидел этот ролик, то пришел в откровенную ярость. Если это правда, если эти слухи действительно достоверны, и это не попытка, значит, отгородиться от Ростислава, то это на самом деле очень хорошо, потому что это здоровая реакция вот на то, что произошло. Однако печалит совсем другое. Как бы не отнесся Хабиров к этому ролику сейчас, насколько бы он санкционировал или не санкционировал его, чтобы там, например, отвести внимание от Абзелиловской истории, в любом случае Хабиров абсолютно беспомощен перед Мурзагуловым. Я предполагаю, что где-то вот в этот вот Красногорский период Мурзагулов обзавелся какой-то совершенно дикой и какой-то неопровержимой информацией, которая позволяет ему вот настолько манипулировать главой Республики Башкортостан теперь. Ощущается какое-то унизительное бессилие Хабирова, то есть он просто ничего не может. И даже страшно предположить, что следующее выкинет Ростислав Равкатович, ну там, пытаясь самоутвердиться там в глазах населения или там своих близких там или каких-нибудь приятных его сердцу дам, я не знаю, потому что я этого наверняка не знаю от и Хабиров, то есть вот это-то и пугает. А вот та унизительная позиция, в которую поставлен сейчас глава региона относительно вот этого в общем-то даже в государственном смысле необозначенного человека, я имею в виду Мурзагул, он же какой-то общественник там, и вот так вот он себя ведет, и вот так вот он манипулирует государственными людьми, это по меньшей мере странно, а по большей мере опасно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова